здравствуйте дорогие зрители сейчас я попытаюсь вам рассказать откуда взялось то богатство элементов которые вот нас окружает ну вообще-то говоря когда я вам толковал про эволюцию звезд был такое дело я рассказывал вам что звезды по мере своей жизни превращают значит легкие элементы более тяжелые так продолжается до тех пор пока по возможности все что есть у них в недрах звезды не превратится в железо 56 в дальнейшее значит превращение возможно но при этом будет по образовываться более тяжелые элементы и они образуются с поглощением энергии не с выделением то есть выделение энергии прекращается нуклеосинтез в ядре будет продолжаться но нам от этого не не легче и не хуже звезда начинает сжиматься сжиматься до тех пор пока ядро ее не превратиться в комок не тронов но извините что и такое комок rebound некоторым не нравится нитронная звезда совсем маленький размер давление так велико что электроны оказывается втиснутыми внутрь протонов и там уже нет дело не до выяснение где какие ядра где какие атомы, это значит нейтроны. И всё. Нейтроны, 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 нейтроны. Всё, что было, превратилось в нейтроны. Причём это очень сильно излучает в момент превращения протонов в нейтроны, очень сильно излучает поток нейтрину. А вот дальше самое интересное происходит. Дальше вот идёт тот нуклеосинтез, который нам и достаётся. Внешние оболочки всё-таки содержат уже насинтезированный материал. Там есть и кислород, там есть и углерод, и азот, и магний, и всё, что хотите. И неон. И вот этот процесс начинается расходиться ударная волна. Ударная волна, потому что нейтрина так много, что они разогревают вот эту окружающую плазму, и начинается она разбрасываться. Она идёт расходящаяся ударная волна, температура очень у неё высокая, и в ней происходит так называемый вторичный нуклеосинтез. Ну, во-первых, действительно, дополнительную энергию выделяется за счёт синтеза элементов до железа, которые синтезируются. И плюс к этому возникает при всём при этом ещё поток вторичных нейтронов. А поток вторичных нейтронов так велик, что он приводит к образованию тяжёлых элементов. То есть, какой-нибудь изотоп захватывает нейтрон. Ещё, 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 ещё один. Поток такой большой, что он не успевает распасться. Обычно элемент, который получил нейтрон, он становится радиоактивным, распадается. Ну, более-менее. Период полураспада, надо сказать, что не так уж и мал. Это могут быть часы, могут быть сутки. Вот из тех изотопов, что нас окружают. Это, знаете, на тот случай, если бомба взорвалась или в реакторе вы облучили, наведённая активность будет довольно быстро спадать. А тут такой большой поток, что эти ядра не успевают распасться, ещё захватывают, ещё захватывают, ещё захватывают. И таким образом получаются изотопы самые разные. Это называется быстрый процесс. И разброс этого материала идёт. Остатки взрыва сверхновой. Ну, в принципе говоря, вот когда-то Земле повезло, она так подцепила где-то компактное вот это облако, ещё плотное, не разошедшееся. Но на самом деле-то оно происходит расширение, расширение, расширение. И это всё расширяется до средней плотности межзвёздной среды. Сколько-то там атомов на кубический метр. Ну, может быть, самые плотные на кубический сантиметр. Сколько-то атомов. И они разлетаются, продолжают свои движения от взорвавшейся звезды. Вот. Ну, а потом, значит, потихонечку движение замедляется. Вот. И они так вот висят в межзвёздной среде. Потом бах! Ещё одна волна пролетела. Кто-то там взорвался. Идёт ударная волна, да. Вот в этой вот межзвёздной среде она на самом деле является ультразреженным газом. Что значит газ? Вот как-то мы говорим, решаем задачу газ. Газ – это, значит, среда, где длина свободного пробега молекул, то есть между двумя столкновениями этих молекул, частичек, она, скажем, меньше, чем размер сосуда, вот в котором этот газ у нас существует. Ну, в космосе нет такого сосуда, где всё это существует, ну, скажем так, размеров задачи. Понятное дело, когда говорится о межзвёздных расстояниях, то там это не вакуум. Это ультраразреженный газ. Потому что, сколько бы ни было, ну, там световой год – это гораздо больше, чем длина свободного пробега в таком ультраразреженном газе. То есть там газ. И в нём есть волны, в нём даже есть какие-то звуковые колебания, правда, мы их не можем услышать, и частоты у них не те, что нам нужны для того, чтобы их слушать. Вот. Но всё это вот происходит. Да. Это вот как-то ловится. Вот. И вот очередная проходящая ударная волна, которая медленно затухает, волны же ударные затухают, вот она, значит, ещё добрасывает тот самый накопившиеся остатки, да. И вот какая штука. Значит, когда это земли достигает, это называется космическая пыль, она попадает в верхнюю слой атмосферы и постепенно оседает на землю, на дно океана, попадает в отложение, в осадочные породы. Ну, вот на поверхности земли-то понятно, дожди смоют, реки смоют, в океан всё смоют, а вот там, да, уж село на дно, ну, как-то уж со дна-то особенно-то его ничем не смоют. Есть, конечно, места, где сильные течения, но есть места, где-то всё накапливаются осадки, осадочные породы. И вот эти осадочные породы свидетельствуют об истории земли, слои. И вот выяснилось, что есть слои, которые содержат повышенное содержание слаборадиоактивного изотопа, железа 60, и, по-моему, плутония, если не ошибаюсь, то есть 224-й изотопа. Вот. И вот этот самый плутоний, это как раз, если вот железо 60, это явно продукт взрыва сверхновой звезды. Вот я бы говорил, там железо 56 в ядре образовалось, ну, а тут снаружи, пока его разбрасывало, частично вот из недр вырвался этот железо 56, и в него несколько нейтронов попало, пим-пим-пим-пим-пим-пим, и образовался железо 60 и улетело к нам сюда. А вот плутоний, то он родился в другом процессе, по всей видимости. И вот когда стали выяснять, как нам плутоний занесло, вроде бы, говорит, должно быть так, что плутоний, он характерен для более сильных процессов. Возможно, это плутоний просто болтался в космической среде, и его вот эта ударная волна новая подхватила и донесла до Земли вместе с этим вот железом 60. И, значит, похоронились в осадках. Ну, по крайней мере, выяснилось, что эти взрывы достаточно близко были, то есть до нас волна еще доходила ударная. Ударная волна в ультразреженном газе. Она, конечно, танк не перевернет, планету с курса не собьет. Вот. И эти ударные волны приходили к нам за последние там 10 миллионов лет несколько раз. Одни говорят два раза, другие говорят четыре раза. Ну, то есть, как-то вопрос возникает, а что вы, не могли слои пересчитать? Ну, видимо, там распределение не совсем такое четкое, с пиками, да, наверное. Вот. И эти, значит, взрывы происходили на относительно небольшом расстоянии от нашего Солнышка. То есть, речь идет, ну, максимум тысячи световых лет где-то вот здесь. То есть, вот это обычный такой факт для нас интересный, как часто в окрестностях Солнечной системы взрываются сверхновые звезды. Ну, вот, оказывается, в среднем где-нибудь раз в 2,5-3-4 миллиона лет, да, ну, вот так вот. Вот. Вот взрывается сверхновые звезды. Ну, жизнь нашей биосферы хорошо изучена за это время, каких-то таких явных резких катастрофических процессов не было. Очевидно, что эти взрывы не произвели впечатление на атмосферу, не было таких впечатлительных особ, как сейчас, не читали популярный журнал, не смотрели в телескопы, вот, никто не расстраивался из-за этого. Ну, и... А так вот на жизнь повлиять-то не могло. Вот эти небольшие радиоактивные осадки, это вот просто нам как следы тех событий, а не как напоминание о чем-то страшном. вот такие вот дела на небе происходят, да? Значит, я напоследок прошу вас поддержать меня материально. Я, наверное, надоел моим постоянным слушателям. Но вы можете не слушать меня, но деньги пришлите. Для этого есть внизу номер сбербанкской карточки, номер счета сбербанки, PayPal, Donation Alert, Ордскиви кошелек, кошелек ВКонтакте, U-Money. Вы можете стать спонсором моего канала. И, кстати, спонсоры среди прочих материалов имеют доступ еще к таким очень утилитарным вещам, то есть, таким полезным для жизни, как курсы физики и курсы математики для сдающих ЕГЭ и тот и другой по 36-полутора часовых лекций. Представляете, какой объем был работы записан. Вот мы Светковым их писали, но заказчик наш сказал, я больше не существую как юридическое лицо. Вот. Ну и все. Это был один госинститут, он слился с другим госинститутом, госвузом. Вот. Это вот хотели мы, они хотели публиковать в интернете, чтобы заманивать к себе амбитуриентов. Ну вот. Светков говорит, а надо как-то мне отбить это дело. Светков, мой любимый режиссер. Ну вот мы пытаемся отбить заманиваем вас в качестве спонсоров. Приходите к нам. Действительно, долгий курс на самом деле сил много потрачено, он был так интересный. Я помню, мы писали одно из таких счастливых этапов моей жизни, можно сказать. Ну и будьте счастьем, если деньги пришлете. Знаете, как я радуюсь, как ребенок, когда вы деньги присылаете. Ну пока, все благ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!